Тебе слово. Так, я понимаю, мне надо пошарить презентацию. Сейчас будет. Это было бы здорово. Тысяч, и вот она презентация. Супер. Итак, всем добрый день. Спасибо, что пришли. Меня зовут Палухин Антон. Я работаю в Яндекс.Такси, как несложно догадаться, по слайду. И руковожу группой общих компонентов. Сегодня мы с вами поговорим о том, как писать код, чтобы он не злил окружающих и не злил вас через полгода, когда вы попытаетесь его прочитать. Также мы поговорим о документации, как хорошо было бы ее писать и что нужно при этом учитывать. И немного поговорим о страшных вещах в C++, которые могут новичкам быть сильно непонятны и которых, возможно, стоит избегать в некоторых местах. Все вещи, которые я буду сегодня рассказывать, они не столько про C++, сколько вообще про программирование в принципе. То есть две трети вещей, которые я сегодня буду рассказывать, можно спокойно натягивать на другие языки программирования. В принципе, мы это у нас в такси делаем с питоном, джаваскриптом и прочими безобразными прочими языками. Откуда все эти рекомендации и практики, о которых я буду говорить? Часть из них взята из опенсорсных проектов, из того же C++. Часть – это код стайлы как Яндекса, так и Гугла. И часть из вещей взята из нашего фреймворка у сервера, который мы почти уже запенсорсили, все ближе и ближе к опенсорсу. Некоторые вещи из у сервера. Там мы особо серьезно затягиваем гайки в некоторых местах, чтобы код был более читаемым. Итак, поехали. Вы работаете где-то в компании, вы пишете код, вы написали функцию, начинаете откладывать ее тестами, обложили эту функцию тестами и понимаете, что что-то глючит. Начинаете разбираться и в ходе разборок понимаете, что глючит не ваша функция, а функция, которую вы используете. И функция эта называется sample. И выглядит она как-то вот так. В данный момент вы видите эту функцию первый раз, и на первый взгляд кажется, что с функцией все достаточно неплохо. Большое количество комментариев, а значит можно будет достаточно легко разобраться с тем, что происходит в этой функции sample. И мы знаем, что она ключит. Начинаем читать первый комментарий. А в нем написано, получаем какие-то новые дескрипторы из T с заданным таймаутом. Мы знаем, что функция ключит, и здесь написано, что T это дескрипторы. То есть вот эти вот интеджеры, они на самом деле не int, а отдельный дескриптор. В них сохранятся волшебные значения. И мы решаем попробовать заменить эти интеджеры на отдельный тип данных. А пусть компилятор нам найдет какие-то ошибки. Делаем тип данных для дескриптора с помощью ином класса. Меняем везде интеджеры, где нужно, на дескрипторы. И нам сильно повезло. Компилятор нашел аж две ошибки. Первая ошибка. Внутри функции процесс не в том порядке были переданы аргументы. Булевые переменные умеют неявно конвертироваться к интеджеру. True становится единичкой, False становится ноликом. Интеджер сам умеет конвертироваться неявным к пулу. И с функцией процесс в прошлой версии были перепутаны из-за этого аргументы. Сделали отдельный класс для дескрипторов. Типизация у нас стала жестче. Теперь этот код не компилируется, если перепутаны аргументы. Отлично. Исправляем функцию процесса. А вот в этом месте мы начинаем подозревать, что что-то очень нехорошее творится с функцией sample. Достаточно сложно разобраться, что такое second first и что такое data second second. С помощью какой-то магии и помощи соседа мы смогли разобраться, что на самом деле в этот кулбэк надо передавать data first. Нам это сказал сосед. Мы поправили как нужно, и теперь код компилируется. Замечательно. Нашли две баги, код компилируется, проверяем на тестах, что все в порядке, и тесты говорят, что все еще все плохо. Где-то в коде есть еще ошибки. Надо стараться разбираться в этом коде, чтобы понять, что в нем глючит. И в этот момент мы, не знаю насчет вас, а я точно начинаю беситься. Потому что то, что на первый взгляд казалось плюсом, что комментариев много, при отладке, оказывается изрядным таким минусом. У нас код написан фактически на двух языках. На английском и на C++. Когда мы пытаемся понять, что в нем происходит, и отладить этот код, нам нужно прочитать английский, перевести его в голове на русский, прочитать C++ код, перевести его в голове на русский, сравнить эти два перевода, убедиться, что комментарий делает именно то, что написано в коде, и если код делает что-то другое, то, возможно, здесь где-то ошибка. Еще неприятно, это в коде разбросанные волшебные константы. Вот этот минус 13. Что это такое? Почему минус 13? Не очень ясно, комментарии нам в этом месте не помогают. И вот эти волшебные константы, минус 13, тысяча наверху, они тоже смущают и добавляют недовольство при разборе функции sample. Но это еще цветочки, сейчас пойдут ягодки. Попробуйте угадать, что значат эти пулевые флажки true, false и true функции процесс. Комментарий хранит молчание по поводу того, что это вообще такое. Чтобы разобраться, нам нужно пойти в header файл, где объявлена функция процесс. Я эту функцию процесс здесь вынес наверх слайдика, и по объявлению функции процесс видно, что у булевых переменных нету нормальных имен. Чтобы разобраться, что делает процесс, нам нужно еще перейти в cpp файл процесса, прочитать код функции процесс, разобраться в нем, возможно, походить по соседним функциям, почитать их. В итоге, чтобы осознать, что это за флажки, нам приходится пройтись по большому количеству смежных файлов. На это тратится время, это мешает осознанию функции sample и портит настроение. Финальная неприятность. Вот этот коллбек, который нас уже смутил раньше, и для исправления которого понадобилась помощь соседа, который, возможно, писал этот код. В коллбек передается first и second second. и что это такое, вот ни разу не понятно. А чтобы понять, надо отмотать назад, где мы получаем переменную дату, пойти в то место, где объявлена функция процесс, увидеть, что там нет комментариев, и процесс возвращает пару от пары, пойти в исходники функции процесс, разобраться, что это там такое за переменная int и string, и все это, опять-таки, тратит очень много нашего времени. Итого. Тот код, который на первый взгляд казался хорошим, красивым и легко читаемым, на самом деле таким не является, потому что он написан на двух языках, а, соответственно, кода в два раза больше, и при отладке нам нужно сравнивать эти два языка между собой. также, несмотря на то, что комментариев очень приличное количество практически на каждой строчке, их все еще недостаточно, для того, чтобы понять, что там в этом sample проклятом происходит. приходится читать код функций, которые мы используем в методе sample, а, соответственно, лазить по другим файлам, и это напрягает. Особенно это напрягает, если у вас огроменный проект, с которым не справляется и даешка, и все это приходится искать руками через гриппы, find или еще как-то через консоль. Вот тогда вообще жуть. Магические константы тоже не добавляют ясности. 1000 минус 13. Это как-то неприятно с этим работать. И, наконец, код обработки ошибок и основной логики немного перемешан. У нас обработка ошибок функции sample находилась в самом низу, а в середине, внутри if у нас находился happy path. Из-за этого тот большой кусочек кода, который отвечает за happy path, он был с большими отступами, и, в принципе, это тоже ухудшает чтение и мешает в коде ориентироваться. Посмотрели мы на эту функцию sample, поняли, что все с ней плохо, и решили переделать. Все равно она ключит и написать ее по-хорошему. Давайте сейчас посмотрим, как можно сделать эту функцию sample лучше и получится ли сделать ее. Настолько хороший, чтобы было вообще все понятно, только глядя на код функции sample, чтобы не надо было лазить в соседние файлы или читать какую-то документацию и комментарии. Поехали. Поправленная версия функции sample. Что здесь происходит? В первой же строчке мы проверяем входные параметры. Они нам позволяют добавить небольшую документацию по тому, что ожидается на вход этой функции. Здесь мы пишем, что callback не должен быть nullptr. В прошлой версии этой проверки не было в принципе. И приложение могло в странных местах падать, если передавали nullptr. Приложение падало, оставляло где-то корку, чтобы разобраться, что происходило. Нам надо было взять эту корку, загрузить ее в отладчик, в отладчике посмотреть, backtrace, понять, что это вот где-то здесь в строчке sample передается nullptr. Опять-таки все это тратит время. Со сертом у нас напишется прям в логике читаемое сообщение об ошибке, stack trace, и можно будет сразу разобраться, что было не так передано в функцию sample. И прям без дополнительных инструментов мы сразу поймем, что нужно исправить. Следующая правка. Вместо функции get у нас теперь функция accept, а страшная константа 1000 превратилась в именованную константу с нормальным читаемым именем. Теперь вся эта строчка читается вообще без каких-либо дополнительных комментариев. Мы из лиснера принимаем новый дескриптор и на эту операцию нам дается concept timeout. Все четко, ясно и комментарий не нужен. Такую же процедуру мы проделали с волшебной константой минус 13. Вместо того, чтобы иметь в коде минус 13 и удивляться, что это за страшное число, у нас теперь есть именованная константа для плохого дескриптора. И к нему уже записано минус 13. Теперь, читая код, мы сразу видим, что получили новый дескриптор и проверяем, плохой он или хороший. Обработка ошибок также происходит сразу. Получили значение, сразу проверяем его на невалидность. За счет этого вложенность у кода становится поменьше, код становится чуть компактнее. Дополнительный маленький приятный бонус – это то, что большинство компиляторов в C++ вот такие вот одиночные ифы без блока else считают холодным путем. И, соответственно, ошибки в программе должны происходить у нас редко. Вызывать обработчика ошибок при нормальной работе приложения тоже нужно редко. Соответственно, при такой записи компилятор сгенерирует код, который лучше предугадывает переход. Итого мы незначительно ускорили приложение. Скорее всего, это будет незаметно, но пустячок все равно приятно. Дальше. Функция процесс преобразовалась. Вместо true, false, true у нас теперь и нам класс, в котором перечисление возможных опций для функции процесса. И теперь код можно хорошо прочитать глазами, не заглядывая в соседние файлы. сразу видно, что мы из нового дескриптора процессируем какие-то данные в синхронном режиме и их получаем в переменную дату. Самая страшная строчка с callback, где было second-second, тоже преобразовалась. Функция процесс теперь вместо пары возвращает агрегат, то есть структуру с публичными полями. И у каждого из полей есть нормальное читаемое имя. теперь мы видим, что в callback мы передаем дескриптор и payload, а не second-second. Итого, код стал в два раза короче, он стал понятнее, нам теперь нет необходимости лазить с соседней функции, и читать его стало приятнее. на первый взгляд может показаться, чтобы писать такой понятный код, нужно очень сильно стараться, какие-то трюки, хитрости постоянно придумывать, тратить огромное количество времени на причесывание кода. На самом деле нет. Все намного проще. Есть небольшой набор приемов, и если их придерживаться, то код будет получаться уже достаточно хорошим и читаемым. Сейчас я некоторые из этих приемов вам расскажу. И все эти приемы, почти все, можно применять и к любому другому языку программировать. Прием номер отдельный. Отдельные типы данных. Особенно это полезно, когда у нас колбеки. Вот, например, строчка, где передается какой-то колбек отцепт. И у него два типа данных int и int. Что это за int? Можно только гадать. Это какой-то таймаут? Это сколько потоков запустить на параллельный прием? Непонятно. Добавок можно легко перепутать первый интеджер со вторым интеджером. Если завести отдельные типы данных, все становится сильно понятнее. Мы видим, что функция accept принимает дискриптор и какой-то интервал время, похожий на таймаут. Что еще можно сделать? Именованные константы вместо цифр сильно помогут улучшить читаемость вашего кода. Вот, например, функция compute, которая принимает payload и 1023. 1023 это дескриптор какого-то устройства, который должен обсчитать этот payload, или 1023 это длина этого payloadа. Тут неясно. Глядя на этот метод, непонятно, что происходит. Заменяем цифру на именованную константу и получаем читаемое выражение. то, что обсчитать payload за такой-то тайм-аут. И не надо лезть в header файл, где описана функция compute. Все сразу видно и понятно. Прием, который мы сильно форсим при разработке нашего фреймворка у сервера, а именно использование нам класса вместо пула. вот compute. Вот есть у него какой-то payload и переменная true. И что делает это true? Вообще непонятно. Это вычислите синхронно или наоборот вычислите синхронно или это дебажный режим и в этом случае true это включение дебажного режима или false это включение дебажного режима точнее его отключение. В общем ничего непонятно. Меняем буллевские переменные на нам классы и получается более читаемый код. Мы видим, что мы payload вычисляем на устройстве КПУ. У нас всего два устройства тут КПУ и ЦПУ. Можно написать булл будет непонятно. Можно написать нам класс и человек который будет читать код будет вспоминать вас хорошими словами. Ну или хотя бы не будет вспоминать плохими словами. еще приемы. То, что мы уже видели. Tuple и Pair не надо использовать. Это касается не только языка программирования C++ стд и стд стд касается практически всех языков программирования. Если вы можете дать нормальные читаемые имена, пожалуйста, давайте нормальные читаемые имена. И вот почему. Вызов функции compute data second first и data second second непонятно, что происходит. Если возвращать не пару от пар, а нормальную структуру с нормальными именами то сразу понятно, что мы обсчитываем данные на таком-то ноте для такого-то чанка. Ход становится читаемым и не надо лезть в определение той функции, которая вернула нам переменную дату. То же самое касается и сигнатуры функций. Вот есть функция receive и возвращает она наружу std tuple от entire строки. int это дескриптор устройства, это код возврата, так не скажешь. Если завести отдельную структуру response, в ней заменить и в ней дать нормальное имя для int, количество ожидающих байт и имя для строки payload, которую мы получили от функции receive, вызов функции receive становится более понятным. Мы, глядя на эти несколько строчек, понимаем, что возвращает receive и нам не нужно заглядывать в исходники этой функции или не надо искать ее документацию где-то на отдельном сайте. Код становится красивым, понятным, его легко отчитать. Еще приемчик. Имена шаблонов порой тоже важны. Вот тут есть функция с отвратительным именем get и дополнительные некрасивости добавляет то, что шаблонный параметр называется t. Что получает эта функция не очень ясно, не очень понятно из ее forward декларации. Если заменить имя t на читаемое имя, например, на config, то уже можно понять, что эта функция get возвращает config и тип этого конфига передается шаблонным параметром в нее. Не надо заглядывать в тело этой функции, где может быть сложный для понимания шаблонный код. Прием, который часто используется в пусте и мне кажется, он даже из пуста пришел в C++, а именно завести особый namespace для служебных вещей. Если в вашем проекте нет namespace detail или imple, где вы храните какие-то приватные вещи, то пользователю непонятно, что делать с вот этой функцией compute, которая есть у вас в хедере. Это часть публичного интерфейса, и можно этой функцией пользоваться. Или это какая-то деталь реализации, на которую вообще не надо смотреть. С namespace все становится понятнее. Пользователь видит namespace detail или namespace imple, и с этого момента пользователь понимает, что это ему использовать не надо. Это нужно пропустить, прокрутить до того места, где этот namespace закончится. Самый избитый совет за сегодня. Давайте хорошие имена переменным, функциям и классам. Кажется, что писать код, в котором переменные короткие, получается быстрее. Под каждую переменную один-два символа можно быстро все это напечатать. Однако есть избитая истина, что код мы пишем один раз, а читаем несколько раз. Потом, возможно, переписываем и опять несколько раз читаем. Так вот, через неделю или через месяц уже будет сложно вспомнить, что такое переменная D, что такое CP и что делает метод GET. Или это вообще класс GET, что он возвращает. Хорошие имена здесь сильно помогут. При чтении будет сразу понятно, что здесь у нас дескриптор, здесь callback, здесь какой-то мутатор, функция называется GET DESTONATION и возвращает какую-то DESTONATION. Часть четвертая приемов. То, что, как правило, есть во всех кодстайлах. Стоит задавать разный стиль для переменных класса, аргументов, функций и констант. Вот почему. Из этой записи непонятно до конца, что, откуда и куда мы присваиваем. Открываем большой cpp файл, запрыгиваем внутрь функции, там, где у нас сосед где-то сработал, начинаем из середины этой функции смотреть по сторонам и видим вот эту строчку, где написано connection равняется address connect timeout. Тут непонятно, что аргумент функции, что константа, что является переменной класса. Если закрепить отдельные стили с разными типами переменных, то код начинает считаться лучше. Мы сразу видим, что переменная address это локальная переменная или переменная функция, и с помощью этой переменной мы пытаемся соединиться за timeout, который является константой. Результат соединения мы присваиваем в переменную класса. Буквально поменяли пару символов, код стал понятнее. авто. Да, внезапно здесь есть авто и в том смысле, что авто стоит использовать. Смотрите. Вот такой вот range-based for. И кажется, что указав, что в этом range-based for мы ожидаем пару от entire строки, код становится понятнее. на самом деле здесь основная проблема это то, как назвали переменную часть класса map. Непонятно, что на что она мапит. И если ее имя сменить, то код станет понятнее. Внимательные люди могли еще заметить, что здесь допущена большая проблема с производительностью. Потому что map ее разадресация итераторов на самом деле вернет нам не пару от int std string, а пару от const int std А это совершенно другой тип данных. Соответственно, то значение, которое будет возвращено из map, будет скопировано в переменную c. У нас создастся новый объект пары от того объекта, что был возвращен из map. А это значит, что будет скопирована строка, если map содержит длинные строчки, то у нас на каждый элемент из map будет дополнительная динамическая локация. Мы сильно потеряли производительности. Меняем на авто, меняем на map ее имя и становится более понятно, что здесь происходит. То, что мы итерируемся по map и, которая map идентификаторы на имя. Можно сделать еще лучше. Если у вас есть C++17 или новее, то можно воспользоваться Structured Binding. Синтаксис у него, конечно, вырви-клазный, к нему нужно привыкнуть, но когда вы привыкнете, станет все несколько приятнее. Теперь Range-Based Form сразу задает нормальные имена вместо CFirst и CSecond. Вместо этих страшненьких имен можно использовать сразу PersonID и FirstName. И понятно, что вот эта мапа, она мапит идентификаторы человека на его первое имя. И дальше в теле цикла у нас будут хорошие читаемые имена. Тоже избитый совет. Пожалуйста, не пишите макросы. Если можно обойтись без макросов, старайтесь без них обходиться. Я длительное время достаточно прохладно относился к этому совету, пока не увидел вот такой код. Что тут происходит на первый взгляд? Есть макрос, который называется x-macro. Внутри него вызывается другой макрос ASD и от его результата вычитается единичка. Это на первый взгляд. На самом деле макрос разворачивается в функцию expect equal, а макрос ASD разворачивается в строчку, которая заканчивается на запятую. Получается, что здесь мы передаем два аргумента в функцию expect equal. И это совершенно не то же самое, что нам показалось в начале. В начале нам казалось, что мы из результата вычисляем единичку. Здесь же минус один это отдельный аргумент функции. Вот такие макросы, которые делают совершенно другой синтаксис языку, они людей смущают и мешают сознанию кода. Кстати, подобное же есть во многих языках программирования. Есть техники, которые не могут убрать в силу исторических причин, потому что сломается какой-то код, но во многих языках есть вещи, которыми не рекомендуют пользоваться и не рекомендуют не зазря. Если говорят не надо, то старайтесь обходиться без них. Кстати, о макросах. Внезапно ассерт хороший макрос, им надо пользоваться. Возможно, стоит завести свой, помощнее, покруче со стек трейсом. И вот почему. Есть функция, точнее, есть вот это выражение, где мы подсоединяемся к чему-то с заданным тайм-аутом и этот тайм-аут делим на количество попыток. Если количество попыток окажется нулем, то приложение скорее всего рухнет, где-то будет стек трейс или корка, и в итоге с помощью дополнительных телодвижений можно будет добраться до стек трейса и понять, что мы упали вот в этой строчке. Если attempts окажется отрицательным числом, то мы тут не упадем. Отрицательное число будет передан внутрь функции connect, и если все будет хорошо, то внутри будет макрос, и мы отлоим ошибку где-то внутри функции connect, и надо будет вернуться на пару шагов назад, чтобы понять, что именно attempts был передан отрицательным. Чуть сложнее диагностика. Может быть так, что внутри connect вообще не будет проверки, и тогда все станет сильно-сильно сложнее. Приложение не будет падать, но будет работать плохо, неправильно, не так, как мы ожидали. Все это исправляется с помощью макроса assert, который проверяет, что входные параметры, которые были переданы в нашу функцию, валидны, то, что attempts больше нуля. Если вдруг пользователь придаст неправильное значение, то мы упадем с stack trace. А еще можно сделать assert с сообщением об ошибке и подсказать пользователю, как поправить это место. Почему нельзя, например, писать туда отрицательные attempt? Вменяемая вложность конструкции. Если в вашем коде есть if, внутри которого for, внутри которого if, внутри которого while, это будет сложно читать. Стоит разнести какие-то внутренности на отдельные функции, дать функциям нормальные читаемые имена, и тогда код станет красивее и приятнее для чтения. понятное владение ресурсами. C++ это важно. Вот такую строчку, если встретить в C-коде или в старом C++ проекте, то можно подвиснуть на долгое время. Непонятно, что делать с этим коннекшном, который нам вернулся из функции коннект. Это мы должны его освобождать или не мы, и он где-то сам освободится. Он может быть нул-птром или не может быть нул-птром. Надо его дополнительно проверять, если мы хотим дальше с ним работать или не надо. В общем, сигнатура так себе непонятная. Во многих кодстайлах эту сигнатуру специально помечают и прямо пишут в кодстайле, что если ваша функция возвращает указатель, это значит, что за временем этой жизни этого указателя не вы должны следить, а что-то там со стороны. И это также значит, что указатель должен быть нул-птром. Может быть нул-птром. То есть функция коннект может вернуть ноль. Для всех остальных случаев есть намного более приятная сигнатура. Если владение вы возвращаете из функции connect и connection с этого момента владеет тот, кто вызвал функцию connect, используйте unique pointer или shared pointer в зависимости от ваших предпочтений. Если за временем жизни коннекшенов следить не надо и из функции connect он всегда возвращается, тогда используйте connection ссылка. С этой сигнатуры сразу видно, что delete не для чего вызывать не надо, здесь ссылка, здесь не указатель. И сразу видно, что владеет этим connection что-то внутри функции connect. Он будет жить достаточно длительное время. Самая важная часть, самый главный прием, самая большая хитрость, о котором мало где написано. Если вам хочется поставить комментарий, попробуйте переделать код так, чтобы не хотелось его поставить. Как правило, если у вас получается так сделать, код становится сильно более проще, простым и читаемым. Если не получилось, бывает, ставьте комментарий, есть случаи, где без этого просто не обойтись. От читаемого кода переходим к читаемой документации. есть разные категории людей с разным бэкграундом, которые читают документацию. Если вы хотите задокументировать свою библиотеку, свой фреймворк, надо держать в голове следующее. То, что люди могут прийти с разным бэкграундом. Есть люди, которые только-только случайно зашли на ваш гитхаб, нашли ваши исходники и не понимают, что это за штука, где почитать по ней документацию, как вообще ее поставить, скачать, установить. Для этого есть ритми со ссылками на основную документацию, каким-то введением, со ссылками на полезные материалы, чтобы человек, который только пришел, смог понять, куда ему идти дальше и где читать ваш фреймворк. Если ваш фреймворк предоставляет какую-то хитрую технологию, с которой пользователь может быть незнакомым. Например, вы сделали фреймворк для рефлексии в C++, или у вас там фреймворк, который делает асинхронное общение, синхронный фреймворк. Могут быть люди, которые незнакомы с терминами рефлексии или асинхронными подходами. В этом случае людям нужны статьи с описанием подходов и мотиваций. Чем этот фреймворк полезен, когда он полезен, почему нужно решать проблему именно там. В комитете по стандартизации языка C++ внезапно вот в этом месте сформировалась хорошая практика. А именно при внесении предложений на улучшение языка программирования C++ стоит сделать табличку с двумя колонками. в первой колонке как было, во второй колонке как стало. И этот подход идеален для документирования своих библиотек и фреймворков. Вы делаете левую колонку и в ней пишите вот смотрите без рефлексии вам надо было написать вот столько вот кода и его было сложно отлаживать и сложно писать. А с нашим фреймворком вам нужно написать вот столечка кода и все четко и понятно. учтите что пример во второй колонке должен быть более коротким и более понятным чем левая часть чем левая колонка. Если у вас так не получается скорее всего что-то не так с фреймворком и кодом нужно его дополнительно дорабатывать. Далее есть люди которые приходят читать документацию и они уже более-менее все знают понимают как все работает они готовы сесть и писать код. Им нужен пример который можно скопировать собрать немного подмодифицировать под свои нужды и чтобы оно работало. Поэтому примеры особенно рабочие примеры очень нужны для документации. И наконец есть люди которые давным-давно работают с технологией и им нужна справка справочное руководство они более-менее могут помнить как называются функции но могут забыть какие-то нюансы по этим функциям. Нужен reference index. Тут кстати есть замечательный пример. Вот смотрите практически все знают что в стандартной библиотеке C++ есть такой замечательный класс std вектор и то что у этого std вектора есть метод pushback. Я например вообще не помню начиная с какой версии стандарта C++ pushback начал возвращать ссылку на вставленное значение и вообще он ссылку возвращает или итератор на вставленное значение. Чтобы это вспомнить нужно справочное руководство. Нужно зайти куда-нибудь на cppreference и увидеть справку по вектору. То есть пойти в то место где описаны детали и подробности о фреймворке. Вот эти четыре подхода активно адъектируются в Boost и их практически требуют при написании хорошей документации при написании новой документации для библиотек Boost. Кстати, что документировать если имена ваших классов методов и функций понятны? Прежде всего нужно стремиться к тому, чтобы это было без если, чтобы имена классов и функций были понятны. А когда они понятны, то документировать нужно то, что невозможно выразить в коде. Например, в C++ порой сложно выразить в коде гарантии на инвалидацию итераторов или указателей. И тогда такие гарантии нужно задокументировать. Есть языки, где это документировать не нужно, где все там по шарит-поинтерам или их аналогам. Например, Python. Если вы предоставляете библиотеку и у нее есть гарантии на асинхронную работу с сигналами, например, пустовый стэк-трейс, нужны эти гарантии и задокументировать. Если у вас какая-то необычная работа с многопоточностью, например, вы возвращаете ссылку на объекты, все методы этого объекта, потокобезопасны, это надо задокументировать желательно возле каждого метода, чтобы пользователь, когда пришел по референсу на описание этого метода, сразу увидел, что он потокобезопасный. Также, если у вас здоровенный, сложный класс, который нужно как-то особо хитро конфигурировать, нужно описать параметры конфигурации. Если он конфигурируется каким-то ямликом и джейсоном, нужно описать, за что, какие поля этого ямла или джейсона отвечают. Если компонент ищет какой-то файл на диске, где ожидает найти конфигурацию, тоже стоит это описать. Если класс работает с переменными окружения, надо написать, с какими переменными окружения класса работает, и как эти переменные окружения влияют на поведение класса. Алгоритмические сложности. Если вы пишете сложные алгоритмы, неплохо было бы написать, как они себя ведут с ростом количества входных элементов. Еще очень-очень важно задокументировать точки кастомизации. Если ваш алгоритм смотрит на какие-то пользовательские функции, пользовательские методы, стоит описать это в документации. Вот пример. stdsort из стандартной библиотеки использует оператор меньше для сравнения пользовательских типов данных и, соответственно, сортировки. Если бы вы документировали метод stdsort, то нужно было бы это описать, то чтобы внимание, сорт по умолчанию использует оператор меньше для сравнения. Все, пользователь, живи с этим, пиши нормальный оператор меньше. И, наконец, в документации должны быть рабочие примеры использования ваших компонентов, вашего кода. Тут ключевое слово рабочие примеры. Буквально месяц назад мне по работе надо было разобраться с одним очень популярным фреймворком программой. Я плюс-минус знал, как эта штука должна работать. Я до этого сталкивался с подобными вещами. Мне нужно было написать небольшой прототипчик. Соответственно, я пошел в документацию, нашел их минимальный пример, скопировал его, и он не собирался. А потом, когда он собрался, он не работал. И несколько часов ушло на то, чтобы привести пример из документации в рабочее состояние. В течение этих нескольких часов настроение у меня все время портилось. Это было неприятно. Чтобы настроение людей, которые читают вашу документацию, портилось, вам нужны гарантированно рабочие примеры. Вот как это можно сделать. Пишите пример. Пока ничего сложного. Добавляйте ваш пример в тесты и добавляйте проверки, что то, что вы написали в примере, действительно работает так, как вы ожидаете. Прямо делайте из вашего примера полноценный тест. После этого вы можете в документации ссылаться на код из теста. И все нормальные механизмы, все нормальные тулзы для построения документации смогут прям кусочек кода строить документацию. Например, в Docs и Джене для этого есть специальная команда сниппет. И после этого у нас профит. Вы получаете пример в документации, который всегда актуален, он всегда рабочий, потому что он в тесте. Если вдруг он перестает работать, у вас валится тест, и вы это замечаете. И бонус, то, что когда вы будете собирать документацию, этот пример автоматически подтянется из теста. То есть документация возьмет гарантированно рабочую штуку из ваших исходников и покажет ее пользователю. Например, вот так это выглядит во фреймворке у сервера. У нас есть здоровенный компонент, у которого есть какие-то опции конфигурации. И мы пишем то, что вот смотрите, у этого компонента есть такие-то опции конфигурации. Вот это эти опции делают. А еще смотрите, вот пример, как этот компонент конфигурируется. И здесь мы пишем сниппет, имя файлика, где находится наш тест с правильной конфигурацией, и имя санкла, то есть сэмпл логинг конфигуратор. В самом файлике тестов у нас кусочек конфига размечен как сэмпл логинг конфигуратор. Натравливаем на все это доксиджен и получаем документацию. Что здесь прикольное? Все опции оказались в симпатичной табличке и вторую опцию, которая limited logging interval, мы описали, как эта опция принимает строчку такого-то формата, которую принимает функция string to duration, и опция делает то-то и то-то. Приятно здесь то, что доксиджен автоматически проставляет ссылки на функции. Если навести курсор на эту ссылку, то нам еще и показывается бриф по функции, короткое введение. Не переходя на другие страницы, мы можем увидеть, что limited logging interval принимает строчки в формате 10 секунд или 5 дней, либо 1 час. А ниже у нас находится наш пример из конфигов из теста. Кусочек конфига, который гарантированно работает с подсветкой синтаксиса, со всеми красотами. Можно ли здесь сделать как-то лучше? Да, можно, на первый взгляд, но сходу сложно сказать, как. Если у вас есть идеи, как улучшить документацию в этом месте, пожалуйста, делитесь ей в комментариях, телеграме или предлагайте в конце. Переходим к плюсовой части. Скорее всего, ни для кого не новость, что в C++ не все конструкции дают хорошую диагностику, понятную начинающим разработчикам. Вот пример. Написали std ranges begin от переменной a, и нам вывалил компилятор не одну, а целых две простыни кода. причем очень-очень страшненького. Здесь в коде компилятор рукается на что-то, что расположено в namespace и два нижних подчеркивания detail. И в голове у пользователя сразу щелкает тумблер, что это та часть кода, на которую смотреть не надо. Но нет, это та часть кода, на которую надо смотреть, чтобы понять, что произошло не так. Дальше два нижних подчеркивания decay copy, который не является частью стандарта, и надо залезть в исходники, понять, что такое происходит. Дальше вызов два нижних подчеркивания t begin, и непонятно, что это за внутренняя переменная, откуда она взялась, и достаточно сложно сообразить, что это наша переменная a. Диже по коду написано adl begin, и мало какой начинающий разработчик знает, что такое аббревиатура adl, а тут аббревиатура еще в нижнем регистре, и внизу опять повторяется какое-то безобразие с детейлом нижним подчеркиванием. Начинающий разработчик, да и не только начинающий разработчик, некоторые старшие разработчики, увидев это сообщение об ошибке, ну, просто не поймут, что там происходит. поэтому C++ есть техники, которых стоит избегать, и это, как правило, техники сфиная, и равняется дэрит в тех местах, где он используется, как сфиная. Понятное дело, что не всегда и везде можно обойтись без сфиная, но если у вас есть выбор между использовать сфиная или поставить статик ассерт, статик ассерт даст намного более читаемую диагностику для пользователя. Вот пример, как мы используем сфиная, чтобы сделать красивый статик ассерт для пользователя. У нас есть классы, которые отвечают за различные форматы данных. Вот, например, здесь класс value, который хранит в себе JSON. И у этого класса value есть метод S, который JSON преобразовывает в произвольный пользовательский тип данных. А кастомизируется вся эта вещь через описание функции parse. То есть пользователь может написать функцию parse где-то в своем namespace либо в общем namespace. Этот код заметит, что есть функция parse, подхватит его и соответственно преобразует JSON или YAML в пользовательскую структуру. Вот только проблема, что если нужного метода parse не окажется, то у пользователя будет около 40 экранов текста с описанием того, что случилось, что 40 экранов текста с ошибкой. Компилятор выдаст все методы parse, до которых он смог дотянуться, а в большой кодовой базе их может быть модолка десятки, сотни, все их покажут на экран и человек, который неудачно воспользовался функцией S, будет несколько минут просто крутить колесико мышки в попытках понять, что не так. Поэтому у нас есть статика серг. И наверху через финай мы определяем, будет работать метод parse или не будет. есть нужный метод parse или его нет. Соответственно, если метода parse нет, а значит ниже стоящий метод parse точно провалится с ошибкой, в этом случае у нас срабатывает статика серг и мы ставим свою диагностику. Говорим пользователю, чувак, мы не смогли найти метод parse в namespace типа данных t или в общем namespace формат parse. как правило, не сразу люди понимают такую диагностику. То есть у нас были люди, да и сейчас есть, которые которым этого мало. Нужны более конкретные инструкции по исправлению. и если вы можете дать эти инструкции, это будет просто замечательно. Люди вам скажут спасибо и люди не будут к вам обращаться с вопросами а что это у меня тут сломалось. Поэтому дальше у нас идут подробные инструкции. Возможно вы могли подключить вот этот заголовочный файл, где объявлены общие парсеры для стандартных контейнеров. Или вы просто забыли написать функцию parse. Какая здесь мораль? старайтесь не использовать сфеная, а если используете статика серд рядышком будет очень-очень кстати. И вообще статика серд отличная вещь для того, чтобы не смущать пользователя и давать понятную читаемую диагностику. А на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть интересные идеи, например, как сделать нормальную диагностику для сфена из коробки, пожалуйста, пишите ваши идеи на stdcp.ru Это будет просто бомба, если вы поймете, как это сделать. Если есть идеи на другие темы, пожалуйста, тоже пишите. Эту презентацию и многие другие презентации и материалы можно найти у меня на GitHub. Связаться со мной можно как по Telegram, так и по почте. И самое главное, внизу есть ссылка на развлекательного Telegram ботика. Он вам задает простенькие сначала простенькие вопросы по C++, а потом срывается в лютый хардкор. В принципе, он забавный, и можно посмотреть интересные для себя вещи, проверить свои знания. Никуда эти результаты не отправляются. Кстати, в конце вам будет задан вопрос, если вы ответите на него утвердительно, вы сможете попробовать пособеседоваться в группу общих компонентов заниматься развитием фреймворка у сервера. Вот теперь у меня точно все. Спасибо за внимание. Самое время для вопросов. Ну что, попробуем по вопросам. Антон, ты готов? Нет, давай. Так, нет или давай? Напиши, наверное, по вопросам. Ладно, давай. Я с разрешением некоторых задающих немножко поправлю порядок, потому что я тролльный в конец хочу поставить. А Василий Сорокин спрашивает, Антон, применяется ли правило написания хорошо кода к сборочным скриптам, например, симейком? Если да, то есть какие-то дополнительные рекомендации к этому процессу? Ой, симейком можно попробовать натянуть то, что я говорил на симейк, но там язык достаточно скудный, то есть там и кортежей особо нету, и с циклами напряженка. Там хорошо заходят вещи с именованием констант, там хорошо заходят вещи с малой вложенностью и вынесением функций и читаем имена функций. То есть да, мы используем, мы стараемся читать и мы стараемся писать и читаем мои скрипты сборки в том числе. Окей. Андрей Давыдов интересуется. Вектор, ну, пушбэк в векторы это пасхалка на внимательность. Он во всех стандартах возвращает Void. Надо перепроверить. Мне казалось, мы меняли это. Ну, окей. Тимур Сафин интересуется, допустим, допустим, там два раза было, юсервер не миф. Допустим, мы скоро увидим его исходники. А что с его производительным мера ли его относительно, скажем, Актикса? Вот пару недель назад появился у нас этот же вопрос задали пару недель назад в такси. Чувак захотел померить его с популярными фреймворками. С нетерпением ждем, когда он померяет. Есть один нюанс. Если в Актиксе врубить флагирование, то Актикс умрет. Можно я тебе больше скажу? Я как человек, который знает, что такое Актикс, если открою тайную строчку, его кто угодно может по производительности переплюнуть. Начиная от LibEV, хоть ащу. Вы смотрели на исходники Актикса, он хорошо работает на бенчмарках. Если его начать использовать по-нормальному, то есть включить логирование, метрики собирать, то там есть прям архитектурные проблемы. Они прям видны. Видно, что этот Актикс либо на большом хайлоуде никто не тестировал, потому что эти проблемы у нас стреляют, если мы начнем так писать код и использовать этот архитектурный подход. Либо никто на серверах себя не пишут логи и тогда непонятно, как они справляются, как они диагностику делают. Тебе рассказать, как это работает у них? Я просто знаю компанию, которая... Подожди, я тут не набрасываю на Актикс, я веду к тому, что если сравнение делать честное, то нужно сравнивать с логами. И в этом случае, да, в принципе, мы, наверное, покажем какой-то хороший результат. Но бенчмарков на это нигде я не видел, чтобы бенчмарки с логированием. Второй наброс это то, что если отключить у нас логирование и отключить в Актиксе, ну да, мы где-то поверимся в скорости, может где-то мы будем отставать, может наоборот обгоним. Проблема в том, что это не то, что вы будете использовать на бродик. Смотри, ты не совсем прав, но прав или в другом месте? Я просто Актикс копал, буквально полмесяца назад ко мне приходят эти раст-разработчики и говорят, у нас Актикс он божественный. Знаешь, у меня другая проблема. Вот логирование выключаешь, берешь драйвер для редиса и неожиданно у них все становится плохо и без логов. Просто вот поход в редис и вот асинхронная магия как-то у них сломана. Прям поэтому не переживай. Они стрельнуть без логов. Я не смотрел, когда сделан драйвер для редиса. Скорее всего, это как раз-то архитектурная проблема. Редис в общем, я тебе потом расскажу, как это возможно починить более-менее быстро на коленке. А ты все теперь еще и практикс знаешь? Это меня пугает. Я много чего смотрю и в кошечку, и в раст, и в питончик. Наоборот, клевый. Ура, питончик клевый. Это сказали на Сибири. Все это. Теперь это точно зайдет в анал истории. Все хорошо. Антон, вопрос. Спрашивают у тебя, не является ли УБ использовать ссылку на функцию? на функцию УБ. Си плюс плюс 20. Давайте это обсудим отдельно в чатике про Си ХХ. Мне надо посмотреть, но, по-моему, я не припомню, чтобы это становилось УБ. Тут Павел Новиков интересуется. Не вопрос, больше комментариев. Доклад Огнище. Сколько времени ушло на подготовку? Сейчас. На подготовку? Сделал я его достаточно быстро, а потом полазил в чатике Супа про по плюсам и добавил еще парочку пунктов. Ну, в общем, где-то часа три и на первую версию, и еще пару часов на подправление. И, как всегда, дофига времени на репетиции. Окей. А у меня можно немножко... Слушай, такой вопрос, Саш. Мы вроде из чатов задаем, нет? Ну, я вообще... Я, короче, у меня проблема в том, что я не могу тебя замьютить. Вот единственная у меня проблема. Антон, ты не мог бы отмотать на... Что ж такое? Ты не мог бы отмотать на то, где ты про connection обсуждаешь? Вот здесь? Или... Ну, например. Ну, там было про то, что ссылка или не ссылка, просто... Интересный вопрос поднимает. Как бы ты выразил мысль о том, что connection опциональный? То есть, через unit.ptr и nullable? То, что connection здесь опциональный через exception. А если это нормально, что connection? То есть, если это нормальная ситуация, что connection не устанавливается? Тогда бы через уме функции try connect. А можно я еще один вопрос из чата закину? Или это тоже... Я пишу мой, из чата можно. Спасибо. Тут вопрос из чата задает Руслана Магомедов. А насчет замены с финай проверки на статико сердце? С финай срабатывает до выбора одного из кандидатов при перегрузке функций, а статико сердце это уже после выбора кандидата на проверку корректности и санцирования. Блин, как же я не люблю русский. Я специально оговорился, что не везде можно заменить с финай на статико сердце. Но вот, например, вот вам, например, пример. Есть функция parse от JSON-value и от формата parse2 optional от t. Здесь можно сделать следующее. С финай то, что t действительно можно сериализовать, то, что мы знаем, как парсить из JSON-ов t. или можно обойтись без свинаи и внутри уже этого метода parse шаблонного для любых optional делать статико сердце. У первого подхода есть плюсы то, что можно дальше наворачивать шаблонную магию и дополнительные хитрости, дополнительные сложные трейды крутить. Минусы это нечитаемая диагностика. У второго подхода минус в том, что более хитрые трейды уже не сделать, но будет читаемая диагностика. И тут нужно самому для себя решить, что важнее. Либо чтобы пользователи легко понимали код, либо то, чтобы можно было сфинаиться в этом месте. Понятно, спасибо. Мне можно еще один быстрый вопросик? Скорее, мне уже теперь интересно. Скажи, а когда ты... Не так, у вас есть какое-нибудь правило для того, как функции должны помечаться, что объекты передаваемые movable или нет? Ну, то есть... Куда movable? Ну, вот у тебя есть функция full, она принимает там, не знаю, какой-нибудь big object. И надо, чтобы он обязательно был movable. Ну, то есть, чтобы точно не копирование. Вы это как-то помечаете или нет? А, тебе нужно отличить, будет ли копирование там или перемещение большого объекта. Да. шаблоном принимаешь этот объект? Ну, могу не шаблоном, могу конкретным классом big object, пожалуйста. И просто R-value ссылки тебе недостаточно? Может быть и R-value ссылкой. Окей, это тоже ответ. R-value ссылка, так R-value ссылка хорошо. Не. Ну, смотри, если тебе прям нужно, чтобы этот big object замулили функцию, то R-value ссылка. Если тебе без разницы замовят его, либо он скопируется, тогда принимай копию. Копия хороша, в том случае, если потом этим big object за пределами функции еще будут пользоваться. Логично. Не подумал. Окей, принимается. У меня еще один быстрый вопрос. Я правильно понимаю, что у вас там файберы внутри юсервера, судя по слухам, которые вы там распространяете? Да, boost context. А, то есть даже так. Интересно, а почему? Надо переключать стеки. Не, ну а почему не boost coroutines 2? У нас какое-то время было boost coroutines 2. Я, если честно, не помню, на чем мы остановились. Там сейчас контекст или корутина. Из корутин нам, по-моему, практически ничего не нужно было, кроме там полов корутин. Да, наверное, у нас корутин 2. Интересно. Но с ними были проблемы с тем, что старые версии boost-up плохо работают под санитайзерами корутинах. Там не было разметки для санитайзеров. Поэтому, по-моему, мы втащили новую. Я точно не помню, что у нас там в этом месте. Давно не трогали. Ну, значит, хорошо работают. Чьфу-чьфу. Ну, все это главное, чтобы хорошо работало. Окей. У меня к тебе тогда еще один вопрос. Скажи, а вы как-то относитесь, ну, у вас есть там любовь или любовь в кодовой базе к тому, чтобы пользователь, ну, именно в бизнес-логике находилась там, не знаю, создание трэдов или там какие-то явные или неявные работы с сетью? Мы стараемся все это скрывать от людей, чтобы не приходилось низкоуровневыми вещами пользоваться. В бизнес-логике все достаточно высокоуровнево там сходить в базу данных, получить ответ. Из ответа вытащить такое-то значение, сходить в соседний сервис. Из ответа сервиса посчитать факториалы и вернуть результат наружу. Интересно. А скажи, Ржа, что-нибудь такое страшное ты видел в своей практике по плохому бизнес-логике? Страшное что именно? По архитектуре, по плюсовому полу? Не-не-не, просто вот какой-нибудь бедлов, который ты видишь и ты понимаешь, что вот эта бизнес-логика, она неприемлемая. Лямда в лямде в лямде. Кто-то смог это сказать. А у кого такая громкая клавиатура? Громкая и крутая? У нас только три человека. Окей. Ну ладно, я-то думал, просто у кого я тоже слышу, то это кажется не я. Мне кажется, Антон там пока в boost-интрибьюте, пока мы разговаривали. Я не печатаю сейчас. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Так как Саша в офисе, я думаю, что это у него. Это очень странно, я отогнал всех от себя, чтобы никто не печатал вокруг меня. Они стучатся в двери. Двери у меня прозрачные, поэтому я точно знаю, что нет, не угадал пока. Пока не угадал. Окей, а у меня вопрос, я же понимаю правильно, что у нас как-то время заканчивается, давай мы как-то спросим какой-нибудь финальный вопрос, типа, скажи, посоветуй какую-нибудь хорошую книжку, ну, кроме книжки по-босески. Мне недавно Саша Зайцев посоветовал книжку с кабанчиком про архитектуру. Отличное чтиво. Это супер книга, я ее уже раз в пять перечитывал, потому что раз в пару в месяц что-то забывается, надо бы поперечитывать. Это прям книжка огонь. Мартин Клептнон прям умеет нафигачить, как надо. Спасибо большое, Антон. Очень интересно. Как всегда, гниша. Саша, спасибо за помощь. Можете вешать трубку. Спасибо. Давайте счастливо. Спасибо, ребят. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok